Памятнику выдающегося ученого общественности Якутии возложила памятные венки. Сегодня первому академику из народа Саха Владимиру Гларионову исполнилось бы 80 лет. Владимир Петрович отдал много сил и энергии для того, чтобы в жизнь северян прочно вошли плоды научно-технического прогресса. В сфере его интересов были развитие горнодобывающей промышленности, создание и модернизация техники, приспособленной к суровым условиям холодного климата. По его инициативе при активном участии были начаты проекты по реформированию науки и образовательного процесса, подготовке и воспитании научных кадров. С начала года началась декада, посвященная Владимиру Петровичу Ларьонову. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего улуса и перенос нашего районного центра в поселок Нижний Бестях. Сегодня мы отмечаем 80 лет нашему легендарному земляку Владимиру Петровичу Ларьонову. И, как говорится, первым инициатором переноса районного центра, муниципального района, центра муниципального района был Владимир Петрович Ларьонов. Земляки посетили дом-музей выдающегося ученого в селе Ломтука Мегино-Кангаласского района. Работник и родственница Владимира Петровича Надежда Ларьонова рассказала гостям о жизни академика. Далее делегация посетила Маинскую общеобразовательную школу, которая с 2004 года гордо носит его имя. Основанная им в 80-е годы научная школа в области разработки фундаментальных основ обеспечения низкотемпературной прочности и долговечности сварных металлических конструкций является ведущей научной школой в области северного материаловидения и технологий. Сегодня, конечно, мы опираемся на научные труды Владимира Петровича. Мы еще раз анализируем их, оцениваем. И я думаю, вот та научная школа, которую развил Владимир Петрович, она, эта школа, будет еще востребована и будет развиваться. Продолжение следует...